МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На постоянной основе ведется работа по противодействию коррупционной составляющей в подконтрольных подразделениях регионального и муниципального уровней. В ходе такой деятельности удалось выявить определенные недостатки, которые необходимо исправить. В частности, это своевременная корректировка перечня должностей, замещение которых влечет представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Обозначили в ходе заседания и планы работы комиссии на 2023 год. Глава региона отметил важность неукоснительного соблюдения антикоррупционного законодательства. Андрей Кирюшин, Павел Славин, Новости 21. В ЕО на треть перевыполнен план по лесовосстановлению за 2022 год. Таких результатов удалось добиться благодаря слаженной работе всех участников лесовосстановительных мероприятий, отметили в профильном управлении правительства области. Это основные исполнители этих работ по посадке лесной культуры. Это наши подведомственные учреждения, они по госзаданиям. Ну, объем у них не такой большой, порядка 40 гектаров, это примерно менее 10%. Значит, вторая, это у нас арендаторы, которые ведут заготовку древесины. Ну, где-то они готовят порядка 200 гектаров. И основная, сейчас новый вид, это так называемое компенсационное лесовосстановление. То есть, это арендаторы, которые используют леса. В автономии объемы лесовосстановления устанавливаются в соответствии с лесным планом области, который рассчитан на 10 лет до 2028 года. Им предусмотрено ежегодное восстановление лесов на площади в 2500 гектаров. Из них на искусственное восполнение лесного фонда приходится примерно 20% от общего объема. Лесовосстановление, как таковое, начинается с заготовки лесных семян. Значит, в этом году мы заготовили примерно 2600 килограмм семян кедра и 50 килограмм лиственницы мы приобрели, ну, за пределами области, поскольку у нас урожая не было. Значит, мы готовим породы, в основном, основные лесообразующие, используем хвойные и лиственные цены. Специалисты отмечают, на Дальнем Востоке очень хорошие условия для естественного лесовосстановления. Природа сама помогает восполнить утраченное богатство, но все-таки и она нуждается в помощи. Если бы не пожары, можно было вообще не заниматься практически искусственным лесовосстановлением. Но, к сожалению, южная часть области подвержена лесным пожарам, поэтому гибнет естественный подрост под лесок, наносит существенный ущерб лесному фонду. Восстановление вырубленных и погибших лесов занимает очень существенный промежуток времени. Даже самым быстрорастущим деревьям, таким как осина и береза, нужно 60-80 лет, чтобы достичь возраста спелости, а хвойным породам не менее 120 лет. За все время восстановления лесных культур на территории ЯО воссоздано порядка 50 тысяч гектаров. Из них уже около 30 тысяч гектаров переведены в категорию лесопокрытых участков. В планах на 2023 год произвести посадки на площади в 573 гектара и почти на трех тысячах гектаров провести мероприятие по сохранению подроста. Андрей Пархамей, Богдан Патрин, Новости 21. И мы вот один, мы не победим, мы не победим, и все, как они превращаемся в землю. Литературно-музыкальную композицию «Холокост память поколений» представили в городском дворце культуры Международный день памяти жертв трагедии европейского еврейства. Очень много проходит событий, и сегодняшний вечер реквием – это одно из этих событий. Потому что мы сегодня живущие, все вместе в эту декаду памяти отдаем дань памяти всем тем шестимиллионам евреев, погибших в годах Холокоста. Это с 1933 по 1945 год, когда евреи истреблялись по национальному признаку. Биробиджанские артисты исполнили стихи, музыкальные и вокальные номера. Сопровождали действия документальные кино и фотокадры, рассказывающие о гонениях и истреблении еврейского народа. Затем собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Екатерина Кувалдина, Софья Генатулина, Кирилл Богаченко. Новости 21. Смотрите далее. Ставка на победу. 70 спортсменов из ЯО, Хабаровска и Благовещенска приняли участие в открытом первенстве области по боксу. Знаешь ли ты, помнишь ли ты, блескали современникам трагедия Холокоста, разбирались в эфире Авторадио Биробиджан. Первенство Еврейской автономной области по боксу, посвященное памяти тренера детской спортивной школы Руслана Шаймухамедова, собрало 70 спортсменов разных возрастных групп. Кроме ребят из Биробиджана, в столицу автономии приехали боксеры из Хабаровска, Благовещенска и Ленинска. Первенство – это традиционное ежегодное соревнование, которое является отбором участников сборных команд области по боксу и первенством Дальневосточного федерального округа по боксу. В этом году боксируют дети от 2012 года рождения и до юниоров 2005 года рождения. То есть каждый в своем возрасте, по своей формуле боя, то есть самые маленькие по минуте боксируют, ну раунд по минуте, средние у нас юноши получается по полторы минуты и самые взрослые по три минутки боксируют. Соревнования не осталось без внимания любителей данного вида спорта. Болельщики, пришедшие в этот день в зал бокса, активно поддерживали всех ребят, вышедших на ринг. Да, я занимался раньше спортом, занимался боксом, занимался с 2008 года. В этом зале под руководством Михаила Наумыча, Рабича, под руководством Бахтигорица Евгения Сергеевича, под руководством Шиничного Сергея Витальевича. Я поддерживаю тут всех ребят, все гости, все участники, всем спасибо, все приехали, все молодцы. У нас дружеская атмосфера, у нас нет такого соперничества. Дух соперничества есть, но стараемся так, чтобы все по-доброму. Спорт – это объединение, это добро, это дружба и мир. Бокс – это не только сильные удары. Продуманная тактика и стратегия боя – это необходимые составляющие победы. И здесь без совета тренера не обойтись. Я пыталась держать его на довольно далекой дистанции, чтобы победить. Спасибо моему тренирую Тарасу Игоревичу, что он мне тренирует на протяжении долгих лет. Если бы не его тренировки, я бы не смог добиться первого места. По итогу соревнований победителям и призерам были вручены заслуженные кубки и медали, а вместе с ними и путевки на первенство Дальневосточного федерального округа по боксу. Оно состоится уже 6 февраля в городе Улан-Удэ. Андрей Пархамей, Богдан Патрин, Новости 21. Сегодня на Авторадио пытались понять, насколько близка людям трагедия Холокоста. Должным ли образом современники и особенно молодежь воспринимают катастрофу, в которой 6 миллионов евреев были уничтожены в гитлеровских концлагерях? За молодежь ответила директор лицея номер 23 с этнокультурным еврейским компонентом Лилия Комиссаренко. И ее ответ основан на реальной практике. У нас в лицее в пятницу состоялся спектакль «Мы рождены жить». На мой взгляд, это было более чем искренне, потому что дети представили судьбы реально живших героев, именно тех, кто выжил в годы Холокоста. И смогли передать их переживания героев, я имею в виду, очень трогательно. И, на мой взгляд, самым главным показателем искренности было то, что когда спектакль закончился, не было аплодисментов. Гости эфира высоко оценили и другие мероприятия, посвященные Холокосту, множество которых уже состоялись по области. Самое главное, что ЕАО не одна воздает должную память невинно убитым. Вместе с еврейской автономией о Холокосте помнят во всех регионах России. Но вот в мире, к сожалению, это не так. Некоторые лидеры западных держав и международных организаций пытаются принизить роль России в спасении евреев от гитлеровской индустрии массового убийства. Что делать и как относиться к этому? Своим мнением на сей счет поделился второй участник эфира, Равин Биробиджан и ЕАО, Эфраем Колпак. На мой взгляд, как раз важно именно то, что делаем мы. У каждого из нас есть свое окружение, свои товарищи, друзья, близкие, которые так или иначе прислушиваются к нашему мнению. И когда мы общаемся с ними, мы должны понимать, что это наша зона ответственности. Это то место, где это те люди, среди которых мы должны быть вот этими, скажем так, агентами влияния, кто должен обеспечить передачу той информации, которую мы считаем правильной. Полная запись эфира с правильной информацией доступна для просмотра на областном информационном портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин. Новости 21. Новости 21.